Добрый день, дорогие зрители православного канала Экзегет! Мы с вами продолжаем нашу беседу, посвященную святому пророку Божию Ильи, в которой мы с вами как бы следуем за ним в тех многочисленных и драматичных, очень ярких таких событиях его жития и его внутреннего возрастания еще большего и высшего в познании славы Божией и промыслительных Господних путей. Итак, мы с вами в прошлый раз рассказывали о том, как Илья Пророк собрал и тех, кто являлся служителями, почитателями вот этого языческого культа, который пыталась насадить царица Иезавель в израильском царстве, и также того народа, который, сбиваемый с толку своими правителями и многочисленными жрецами, не знал, куда же ему направить свои духовные силы и кому же все-таки ему необходимо поклоняться. И в действительности сохранял вот такое двоеверие, которое Илья Пророк называет хроманием на оба колена, то есть как бы хромать сразу на две ноги, и не Богу служить, и не Ваалу, а в общем, как у нас говорится в одной нашей такой русской поговорке, не Богу свечка, не черту кочерга. Вот примерно так же выглядела и духовная жизнь тогдашнего народа Израиля, десяти колен, которые составили это царство. И вот после той, казалось бы, сокрушительнейшей победы духовной и физической, которую одержал Илья над Иезавелью, над ее служителями, после того, как дождь опять обрушился на жаждущую влаги землю, Ахав, слабохарактерный Ахав на колеснице, вымокший под дождем, прибывает в свой дворец и говорит Иезавель обо всем, что сделали пророк, сообщает и о крахе той реформы, того начинания религиозного, которое она проводила в дни своего царствования над Израилем. И вот дальше происходит то, благодаря чему Иоанн Златоуст в одной из своих проповеди говорит о том, что ни одно самое злобное животное не может сравниться в своей злобе со злобой злобной женщиной. Ну, так, с такой некоторой тавтологией мы передаем эту мысль, но вот приблизительный смысл высказывания Иоанна Златоуста такой. Ни одно самое злейшее существо не может превзойти злобу женщины, которая встала на путь порока. И это доказывает своим примером Иезавель, которую как раз-таки и вспоминает в этом своем поучении великий учитель церкви. После этого известия Иезавель абсолютно не оказывается сломлена. Воистину, какая-то такая вот духовная сила и крепость этой женщины, она, по всей вероятности, могла быть объяснена тем, что фактически она была одержимой, тяжелейшей такой фанатичкой, одержимой нечистым духом и из-за этого ревностно служащей самым мерзким формам этого поклонства, какие только существовали на тот момент на земле. И она посылает к Илье Пророку сказать, что то же самое, что ты сделал с моими пророками, завтра сделают с тобой, и завтра душа твоя будет положена передо мною. То есть угрожает Илье Пророку убийством. И вот после вот этого величайшего триумфа, после вот этого просто потрясающего деяния, которое совершил Илья Пророк, он опять гоним, он опять чувствует одиночество, опять чувствует отчаяние, он сталкивается с какой-то такой страшной богоборческой силой, которой, казалось бы, никто не может противостоять. Его вера разбивается об вот эту какую-то выходящую из ряда вон просто демоническую злобу одной-единственной женщины. Он понимает, что она не остановится в своей злобе. И когда он надеялся на то, что сердца людей, которые вот станут очевидцами такого величайшего чуда, наконец-то обратятся к Богу, вот здесь Илья Пророк вдруг начинает чувствовать, насколько подобные ожидания были наивными с его стороны, насколько его вера в человека была чистой и далекой от действительности. Он понимает, что да, Изавель сейчас, будучи не сломленным тем, что он сделал, вернет все обратно к тому положению дел, которое существовало до этого. И она не прекратит развращать своих подданных, свое израильское царство, но противопоставит ревности Ильи по Богу, свою ревность по дьяволу, по лаалу и по тем языческим культам, которые она исповедует. И вот здесь Илья Пророк переживает какой-то момент такой слабости, момент отчаяния. Он бежит прочь из царства Израиля, и при этом он понимает, что нет места, где он может остановиться, что посланный Изавелью убийца настигнут и отыщет его везде, где бы только он не появился. Он теряет вот это ощущение того, что он находится под покровом Божиим, под которым он провел эти три года, несмотря на то, что его точно так же искали, разыскивали по всей земле и в окрестных странах, что Ахав посылал своих шпионов, ну, скорее, Изавель, на самом деле, от его имени, во все даже окрестные царства, чтобы окрестные цари выдали Илью, если он обретется там. Он понимает, что на этой земле ему нет места, он переживает вот этот, ну, как сейчас бы сказали, экзистенциальный кризис, кризис своей веры, и испытывает вот такие человеческие чувства, как отчаяние и страх, может быть, до сей поры ему на самом деле неведомые. Он скрывается в Версавии, Бершебе, в древнем городе, где когда-то жил Авраам. Это место, название этого места переводится как «Клятва семерых» или «Колодец семерых», и там действительно существует и до сих пор сохранившийся колодец, который, по преданию, выкопал праотец Авраам, такой очень глубокий и содержащий чистую воду. Само это место в Версавии или Бершебе оказывалось достаточно долгое время забыто, занесено песками пустыни Некев, в которой она находится, так что в средние века даже это место было забыто. Поэтому в Версавии стали считать какие-то такие ближайшие окрестности Иерусалима, и под тем местом, где происходили вот эти события, связанные с пребыванием пророка Ильи в Версавии, в пустыне Некев стали переносить на вот буквально такие, отстоящие буквально на 15 километров от Иерусалима места. Сейчас на этом месте находится монастырь Мар-Илиас, монастырь Ильи Пророка, и он лежит как бы между Иерусалимом и Вифлеемом, буквально уже поблизости от Вифлеема, на перекрестке дорог, которые ведут в Иеродион, Вифлеем и Иерусалим. Монастырь этот был основан еще в средние века, по всей вероятности здесь подвязалась какая-то сирийская община, о чем свидетельствует такое сирийское название Мар-Илиас. Затем этот монастырь был возрожден, ну и вообще сохранился с византийских времен, до эпохи крестовых походов, когда он опять был возрожден. В конце этого крестоносского периода игумен монастыря святого пророка Ильи Блисуа Усалима встречается в 1192 году со знаменитым королем Ричардом Львиное сердце в его лагере в Бейт-Нуэбе и передают ему, сохранившуюся в его монастыре, частицу древа животворящего креста, ну ради возвращения которой во многом этот крестовый, третий крестовый поход и направился на святую землю. Таким образом, Ричард получает свое обладание, частицу древа креста Христова. Ну и, как и многие другие обители, периоды запустения, практически полного упадка чередуются в истории этого монастыря, посвященного Ильи Пророка, пророку с такими вот, ну что ли, моментами нового возрождения. Так, в какой-то момент, после того, как сельджуки и мамлюки опять возвращают себе власть над Палестиной, здесь подвизается грузинское братство, ну а потом, уже в XVI веке, сюда опять возвращаются греки, и монастырь уже дальше существует, как греческий монастырь. Монастырю святого Ильи передают свои пожертвования православные российские государи, и благодаря этим пожертвованиям старцы монастыря способны были выстроить и охраняющие, укрепляющие его стены, и откупаться от произвола окрестных бедуинов, которым они должны были приносить большую часть плодов своих рук, которые они выращивали в своих садах и огородах, для того, чтобы бедуины позволяли им беспрепятственно продолжать подвизаться на этом месте. В середине XIX века монастырь также переживает такой очень сложный период. Во время восстания местных фермеров, филлахов, восставшие используют монастырь как одну из своих баз. Более того, скрывают здесь свои драгоценности, свои средства, которые они пытаются спрятать от турецких поборов и налогов. Из-за этого игумен монастыря даже был схвачен турецкими властями, турецким пашою Иерусалима, подвергался мучениям, но не выдал сокровища, доверенного ему филлахами. В последующие времена все-таки ознаменуются большим каким-то миром, и в конце XIX века окрестности монастыря Мар-Элиас очень полюбил такой знаменитый британский художник-прерафаэлит Уильям Хоутер-Хант, один из основателей этого течения, течения художников-прерафаэлитов, наряду с Джоном Милле и Данте Габриэлем Рассетти. И настолько Хоумен Хант любит вот эти места, что даже в какие-то периоды достаточно долгов во второй половине XIX века посещает, живет в Иерусалиме, даже строит здесь дом и мастерскую, и очень любит приходить вот сюда, на это место, писать здесь свои картины на библейские темы, и в память об этих посещениях здесь до сих пор стоит скамейка, на которой на нескольких языках написана эпитафия этому художнику, оставленной его второй женой и спутницей во всех его путешествиях. Кстати говоря, этот художник оставил также картину, которая изображает схождение благодатного огня в конце XIX века на груб Господень, хотя сам он, честно говоря, не верил в чудо схождения благодатного огня, и в основном его интересовали только такие этнографические зарисовки того, как это происходит. Но, тем не менее, у него довольно много картин на вот такие вот христианские темы, пейзажи и библейских сюжетов. В средние века, неподалеку от этого места, это показывает также и некую такую выемку в камне, которую считают именно тем местом, где обессиленный лежал я пророк, когда молил о смерти и о том, говорил, обращаясь к Богу, что он не сильнее отцов его, и что его душу теперь ищут, и лучше, чтобы Господь забрал его из этой жизни. То есть вот в этом своем уединении в окрестностях Версавии, Бершебе, пророк Илья начинает чувствовать себя, ну, как мы бы сейчас сказали, современным языком, лузером. Он переживает крушение всех своих надежд, всего, во что он верил, всего, чему он служил. Он переживает, испытывает чувство глубочайшего одиночества, как будто его силы заключались в нем самом, а не давались ему благодатью Божией. И вот здесь в каком-то смысле, каким-то удивительным, таинственным образом жития Ильи Пророка пересекается с житием Якова Постника, о котором мы говорили в предыдущей беседе. И там, и там, в основе вот этого духовного падения, хотя и по-разному выразившегося, лежит именно вот это вот чувство какой-то собственной значимости. Пророк Божий Илья начинает чувствовать себя, ну, чуть ли не единственным создачением истины на этой земле, и при этом испытывает вот такую человеческую немощь, чувство одиночества, бессилия, ощущая, что он один своими человеческими силами никак не может это великое служение, эту великую миссию нести. Он сделал, казалось бы, не то, что все возможное, а все невозможное для того, чтобы обратить сердца людей израилевых к истинному Богу. И потерпел вот такое тяжелейшее и сокрушительное фиаско. И он проделывает этот вот тяжелейший, на самом деле длиннейший путь через пустыню Неги в безводную, гористую, полную каких-то пропастей, впадин. Идет по ней 40 дней и 40 ночей, укрепляемые вот той помощью Божией и тем явлением ангела, который ему представал, пока не достигает горы Божьей Хариф. Здесь скрывается в одной из пещер. В каком-то смысле здесь тоже присутствует символизм. Именно здесь, на горе Хариф, на Синайском полуострове, сейчас это уже территория Египта, произошло вот это богооткровение, в результате которого пророк Моисей видел Бога лицом к лицу, как он есть в этом осенении грозового облака, в этих сполохах молнии, и в том трепете, и в землетрясении, в том трепете, который испытывали остававшиеся у подножия горы прочие 12 колен Израилевых. И вот здесь, там, где началась история этого ветхозаветного народа 12 колен Израиля, она, по мысли Ильи, по его ощущениям, и должна была закончиться. Он последний из наследников вот этого великого обетования. И поэтому, когда Господь обращается к нему вот в этой пещере, куда он забился, может быть, для того, чтобы умереть, опять молить и просить о смерти, что «Илья, для чего ты здесь?» спрашивает его Господь. Взгляни в свое сердце, пойми, какова причина того, что ты здесь находишься. И Илья честный, откровенно исповедует то, что у него на душе. Он говорит, что «ревну и возревновал я, по Господи, Боге Саваофе». Ну вот, «я остался один, и моей души ищут». То есть он открывает перед Богом вот эту свою немощь, свое отчаяние, то, что есть у него на душе, то, что он чувствует себя одиноким, чувствует себя тем человеком, на котором закончится подлинное богоопочитание, исчезнет из этого мира, то, ради чего вообще этот мир существует. Это такое совершенно непередаваемое, что называется, экзистенциальное одиночество, которое переживает душа пророка Божия Ильи. И Господь дает ему совершенно новое такое откровение, урок, который, на самом деле, конечно, вообще очень трудно вместить и интерпретировать. Пророк Божий становится на склоне горы Харива и переживает здесь вот это вот богооткровение. Господь показывает перед ним то, как он воспринимает божество. И сначала перед лицом пророка разражается страшный такой ураган, дует страшный ветер, который вырывает с корнем деревья, прокидывает камни. И при этом вот в этом таком потрясающем стихийном явлении чуткой душа Ильи Пророка не ощущает присутствия божества. После этого пророк Божий Илья становится очевидцем страшного землетрясения. Горы, земля содрогаются, скалы раскалываются на части. И страшное вот это сотрясение земли, оно тоже является собой вот эту неумолимую стихийную силу. Но в ней тоже, несмотря на все проявление какого-то стихийного могущества, душа Пророка Ильи не чувствует присутствия божества. Следом за землетрясением перед его лицом проносится пламя, которое сжигает все вокруг, обращает в прах и пыль даже самые камни. Но и в этой огненной стене Илья Пророк не чувствует присутствия божества. И вот после всех этих потрясающих таких стихийных сил, которые проявления, которые обрушиваются перед Пророком и, казалось бы, должны поразить его мощью той ревности, которая, ревности по Боге и той силы Божьей, которую они должны олицетворять, вот после этого дует прохладный ветерок, который нежно обдувает и страдавшееся лицо и тело Пророка. Замечательно это передано в славянском тексте Библии. Там этот ветерок назван «Глаз хлада тонко, и там о Господе». И вот в этом легком, животворящем дыхании, ласкового, теплого ветерка святой Пророк Божий или я чувствует поднанную благодать Божию, которая обновляет все его силы, наполняет все его существо. В чем смысл этого откровения? В том, что Господь приходит не в ревности, не в страшных каких-то наказаниях, не в каких-то мощных силах и исторических каких-то событиях, которые обрушиваются, как стихийные бедствия, на этот мир. И в чем полагает величие Божие, святой Пророк Божий или я? Нет. Подлинное присутствие Божия открывается Пророку или и вот в этом прикосновении благодати, в том пришествии, новозаветном пришествии Святого Духа и кроткого Искупителя, Спасителя этого мира, Христа, который, как о нем говорится, льна курящегося не угасит и трости надломленные не переломит. Вот в этом благодатном, созидающем, сохраняющем, ожилтворяющем бытие этого мира, действия Святого Духа открывается полнота благопознания Святому Пророку Божию Ильи. И Господь вновь возвращает ему ту прежнюю, свойственную Пророкам власть и достоинство, которое ставит в прямом и в буквальном и переносном смысле крест на всех этих религиозных реформах Иезавиля, на всех тех усилиях по неспровержению этого нового языческого государства, которое создают Ахаф и Иезавиль, которые Илья Пророк пытался сокрушить вот такими экстремальными мерами, уподобленными урагану, землетрясению и огню. И Господь посылает Илью, как и прежних пророков, проявить свою духовную власть, помазать на царство нового царя Сирии Азаила, помазать на царство нового царя Израиля и поставить после себя пророком Елисея. То есть Господь открывает ему, что далеко не все потеряно. И когда Илья мыслит себя как единственный такой сохранившийся действительно ревнитель по Богу, единственный исповедник истинного Бога, на котором прекращается вот эта история Богопочитания, то Господь показывает ему, насколько он ошибается, насколько он неправ, насколько ошибочен такой взгляд его и на себя самого, и на бытие этого мира, и на само божество в целом. И более там открывает ему, что и помимо этих людей, которым он воздвигает для того, чтобы с одной стороны проявить власть или и пророческую власть над земными престолами и над продолжением пророческой школы, которая не погибнет вместе с ним, еще и показывает то, каким образом он своим промыслом действует в этом мире и говорит о том, что он сохранил себе и в Израиле 7 тысяч мужей, которые не преклонили своих колен перед влаом и не осквернили своих уст принятием его этих языческих богопротивных жертв. И вот так обновленный, укрепленный Илья пророк возвращается обратно в Израиль для того, чтобы довершить начатое им дело, помазывать на царство указанных ему людей, возвещает грядущее падение дома Ахава и смерти Изавели, которые действительно в точности и происходят тем именно образом и в то время, о котором говорит Илья пророк, и довершает все то, что он как глава вот этой пророческой школы, глава вот этого духовного движения можно сказать, глава на тот момент Верхозаветной Церкви должен сделать и довершить прежде своего ухода. И вот с таким уроком внутренним и с таким повелением на последующие его деятельности Илья пророк покидает Хариф, покидает Синайский полуостров, безбоязненно возвращается в Израильское Царствие, довершает там начатое им дело, уже не боясь преследования Изавеля, уже вернув себе то чувство покровительства Божие, то присутствие Божие, постоянное, которое он с такой силой переживал до того, как его постигло вот это страшное духовное падение, и в память о посещении пророком Божиим Ильеи Харифа Синайского полуострова здесь до сих пор существует небольшой скид в честь святого Ильи пророка. Как мы знаем, Синайский полуостров входит также в состав Иерусалимского патриархата, как отдельная Синайская архиепископия, И вот у подножия той самой горы, которая в Ветхом Завете называлась Хариф, а сейчас по-рабски называется Джебель-Муса, гора пророка Моисея, там помимо стоящего на вершине храма, который отмечает место, где святой Моисей получил заповеди Божии, на полпути между монастырем Святой Екатерины, который стоит у подножия этой горы, и храмом в честь Живоначальной Троицы, который стоит на вершине, расположен, если подниматься по северному склону, по монашеской тропе, так называемой короткой, расположен и скит в честь Святого Ильи Пророка. Он периодически остается необитаем, но тем не менее монахи из монастыря Санта Катарина, Святой Екатерины, приходят периодически в скит Ильи Пророка и совершают там божественную литургию для того, чтобы это святое место не осталось заброшенным, а память Ильи Пророки всегда на этом месте сохранялась. Ну, святая гора Синай и ее история, и прошлое, настоящая это тема для отдельной совершенно беседы. Ну, а мы с вами на сегодня закончим наше странствование по следам Святого Пророка Божия Ильи, для того, чтобы уже подвести итог и рассказать об окончании его жизни, ну, а также о тех местах, которые связаны с вот этим последним периодом его подвижнической жизни, его пророческого служения на этой земле. Поздравляем наших зрителей с этими праздниками, которыми столь богат месяц август и июль по старому стилю, вторая половина июля, и надеемся, что молитвами Ильи Пророка Господь и нас с вами сохранит в искреннем исповедании и в познании святой его воли и его божественной благодати, так же, как это было открыто когда-то и боголюбивой душе святого Ильи. С праздником, дорогие зрители канала Экзекет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Ильи